так всем привет сегодня расскажу про свою домашнюю электростанцию две недели пользуюсь вот хочу рассказать про то как я ее эксплуатирую значит есть у меня инвестор обычные 1000 ватт с чистым синусом и два аккумулятора значит один аккумулятор покупал дополнительно один стоял машине первое время принципе частенько я пользуюсь для котла именно исключительно для котла вот этот аккумулятор на 65 ампер вот новость вот технологии и инвертор вот вот аккумулятор и инвертор для котла хватает чтобы чтобы аккумулятор разрядился до 11 11 и 0 за четыре с половиной часа работы на двухконтурном котле турбированный двухконтурный котел там работает электроника моторчик и турбина и плюс еще на солнышко потребление котла составляет 130 ватт поэтому за четыре с половиной за пять часов этот аккумулятор в принципе разряжается до 11 до 11 вольт вот затем заряжать его где-то нужно я его заряжал после этого два раза по четыре часа и там плюс еще было два часа в общем где-то за десять часов я его зарядил заряжаю я его обычными купил обычные подзарядное устройство вот такие вот пульсу заявлено 6 ампер но он выдает не 6 ампер он выдает 3 2 и 6 ампера нам на пол на полный разряженный аккумулятор значит что я еще делаю значит беру два аккумулятора для того чтобы можно было питать не только котел вот а более-менее для того чтобы меньше разряжать этот аккумулятор беру снимаю с машины еще один аккумулятор вот и подключаю заряд они должны быть обязательно заряжены одинаково на сто процентов этот агаремовский и вот этот ефб по емкости они одинаковые 60 ампер здесь 65 ампер вот именно по технологиям они разные я их подключаю параллельно параллельно синий провод такого подключения на хомут синий к синему плюс к плюсу минус к минусу вот у меня остается 12 вольт остается но у меня вырастает ампераж у меня 120 ампер получается на 4 часа не этих двух аккумуляторов хватает с головой 45 часов нет света работает котел от этого инвертора работает котел работают подзарядки на телефоны работает лампочка работает роутер вот и они вдвоем за эти пять часов разряжаются чуть больше чем на 50 процентов значит как только дают свет рекомендую иметь два зарядных устройства на каждый аккумулятор это тоже возьму заявлено 8 ампер но он тоже около на 75 процента если разряжен аккумулятор где-то на 75 процентов то ли на 50 он тоже выдает около 3 3 3 ампер за 4 часа два аккумулятора заряжаются пускай не за 4 пускай за 5 часов два комнат разряжаются до 100 процентов то есть очень очень неплохо использовать два аккумулятора за параллельных такие которые еще к тому же они помещаются в машину то есть я могу если не то света могу каким-то на какое-то время подзарядить поставить аккумулятору машину завести и он еще минут 20 поработает принципе тоже немножко заряжается то есть вот за эти два за эти две недели я оставил машину немножко подзаряжал полчаса его подзаряжаю он заряжается практически до 75 процентов вот так что по поводу эксплуатации два аккумулятора параллельно подсоединяете включаете инвертор иметь нужно такой вот вилка вилка выключаете вот в дом счетчик фазу снимаете с дома чтобы внезапно свет что у вас не встретились 22 от этих тока обязательно обесточиваете обязательно выключаете розетки в доме вот и включаете ваш инвертор в общую розетку у кого не работают котлы на чистом синусе вот там уже если выключите в общую розетку там уже будут будет и ноль присутствовать и фаза присутствует то есть будут у вас работать котлы все будет хорошо дополнительно как там показывает 00 выводить не нужно если через общую розетку и все поэтому в принципе два аккумулятора подсоединены параллельно два зарядных устройства самые простые такое вот днепро и вот пульса и 4 часа нет света 4 часа есть свет за 4 часа разряжаются я их ставлю на подзарядку за 4 часа они заряжаются машину вы точно не вам заведете это силы я использую 4 часа четыре с половиной часа нет света я их за параллель вот работает котел работает лампочка под зарядки роутер в общем дома есть горячая вода так котел двухконтурный я после четырех с половиной часов снимаю любой аккумулятор ставлю в машину в машину завести можем завожу машину без проблем то есть я еще могу его ее завести ну а если вы дома находитесь то сразу как только свет появляется каждый аккумулятор на свою подзарядку ставить и вот 4 часа ему в принципе достаточно чтобы набрать хотя бы там 80 процентов 90 это точно ну а если если чуть больше времени есть на подзарядку то это всегда хорошо вот по отдельности по отдельности тоже испытывал по отдельности они сильно разряжаются если я ставлю на котел он полностью падает до 11 и 0 почти 10 9 за 4 за 5 часов вот то это и fb то вот это т.м. оске он или его еще на меньше хватает то есть по для того чтобы потом подзарядить и плотность падает у него чернеет это глазу для того чтобы потом полностью подзарядить тут требуется уже часов наверное 16-17 чтобы каждый заряжать аккумулятор то есть такую же там готова машина поставить вы его уже не заведете если уже будете использовать сильно его разрядите короче говоря поэтому принципе за за это время за две недели мне было удобнее пользоваться двумя аккумуляторами параллельно подключенными и инвертором ну и плюс конечно нужно иметь потому что у меня была одна подзарядка пришлось докупить еще одну потому что заряжать нужно больше не успеваю заряжать одной подзарядкой два аккумулятора так вот у меня подключены сейчас параллельно синий ксени ксени это минус это плюс можем посмотреть тестер 12 7 если кому нужно сделать у кого-то инвертор не 12 вольтовые 24 24 вы просто берете плюс аккумулятором подсоединяете плюс аккумулятора 1 подсоединяете к минусу аккумулятора 2 и у вас над этих двух клеммах будет 24 25 вольт так вот так вот получается вот плюс идет сюда на минус с этого аккумулятора идет на минус вот он провод вот так здесь у нас подсоединяем сюда щуп и подсоединяем к этому плюсу вот у нас у нас получается на 25 вольт 25 вольт вот у кого инверторы 24 вольтные вам нужно так вот два аккумулятора подсоединить плюс-минус и сюда над эти клеммы кидать ваш инвертор плюс плюсу минус к минусу там принципе все просто так ну вот в принципе и все по этой электростанции такая вот электростанция появилась из-за данной ситуации который сейчас происходит начать по поводу аккумуляторов объяснил раз как разряжаются сколько не заряжаются то есть если их использовать два вместе то за четыре за пять часов бокс с подзарядными устройствами отдельными они нормально заряжаются и потом дальше нормально эксплуатируется что касается этого инвертора через него использую использую начать либо подключая его на отдельный аккумулятор либо параллелью аккумуляторы 2 и включаю в общую розетку системой вилка-вилка предварительно отключив понятно счетчик ну есть еще такой вот еще один инвертор тоже можно использовать думаю о нем уже все 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 знают потому что стал очень популярный бесперебойник либо такой либо он тоже преобразовывает из 12 220 там где была батарея вы подключаете с аккумуляторное устройство вот вот эти клеммы плюс к плюсу минус к вывод уже который выходит из него вот эти розетки вот с него я просто вывел открыл крышку вывел отсюда провод вилку можно было в розетку включать отсюда выходит 160 вольт но когда вы даете на него нагрузку у него напряжение начинает расти то есть вы подключили к нему телевизор там лад лампочки ничего не видите телевизор дали ему нагрузку у него сразу расставить напряжение 220 вольт то есть и этим устройством можно в принципе заряжать аккумуляторы вот этим он дает небольшой заряд амперов амперы он дает 060705 ампер то есть он заряжает медленно уверенно но долго то есть для того чтобы заряжать аккумулятор вам нужно также вот эти клеммы оставить на аккумуляторе но в розетку нужно уже включать вот сюда не вот сюда подавать напряжение вот вот этот разъем как обычно подключаетесь сюда напряжение и включаете в сеть когда есть свет включаете свет и появляется свет включаете и от него также можно заряжать аккумуляторы он заряжает я проверял но медленно и долго я же говорю если этот подзарядник и это дает 3 начиная там 34 ампера на разряженный аккумулятор то это дает стабильных 060507 ампер в принципе если у кого возник вопрос этим нужно и свет включить через как инвертор можно использовать его как подзарядное устройство вот в принципе вот такой вот блокаут в украине такая вот станция если есть вопросы пишите буду отвечать на все что смогу две недели использования вот этого набора инвертор два аккумулятора параллелю разряжаются они за четыре за пять часов чуть больше половины ну где-то процентов наверно на 75 затем подзаряжаю отдельными зарядными устройствами успеваю вот так уже пользуюсь неделю пока такого чтобы там просел аккумулятор какие-то проблемы с ним что он плохо заряжается либо быстро разряжается пока я таких проблем не вижу в принципе все такая вот такой вот вариант станции кому-то может быть будет интересно у кого-то другие но вот у меня такой в это время наша нелегкая появилась дома такая вот электро домашняя электростанция аккумуляторы можно подзаряжать конечно в идеале брать гелевые аккумуляторы литий-ионные которые они они быстрее заряжаются и больше заряд держит но у них цены бешеные вот на выбран был такой путь чтобы аккумулятор подходил в машину на всякий случай чтобы я мог либо с машиной его подзарядить если уже главное чтобы бензин был тоже палка двух концах ну на этом все по блэкаут у такая вот станция такая вот работа над ней все всем добра пока в отдельно стоит привыкли высказывая м в